всем привет и так получился вот такой персонаж джан кернаут именно девушка давайте сначала рассмотрим что в ней тут присутствует а потом уже буду вставлять кости и пробовать привязать вот эти все части потому что я сейчас вам покажу что происходит именно когда это все дело привязано к одному ригу так что тут можно катану я пока скрою смотрим значит тут вот отдельно идут щитки вот задний щиток и два боковых так потом идут значит лифчик и подделал с ремнем так тут еще вот нужно чуть-чуть штанишки подтянуть но это не суть вопроса так на этот я убирать не буду хотя там ничего не проделано и здесь получается обувь значит рукава на плечники вот эта шкура также здесь значит волос ну и глаза в принципе ничего тут такого сверх естественного нет тут кое-что перекрасить надо потому что старался больше вам по не понизить полигонаж и получается что полигонаж то я понизил но тут с этой детали у цветов вы видите что как-то отпечатался не знаю почему косяки бывает сразу не видно потом в процессе когда вот уже вот так вот раскидываешь модель то тогда уже заметные какие-то детали ну невнимательность бывает что есть то есть так ну погнали теперь вставим кости самое интересное что я не показал это вот маска так это тройка на нампаде и в принципе она должна так ну как ctrl z она привязана к пивоту значит геометрии привяжем так раз можно под кость это все дело сделать так она будет открываться хотя такую с таким набалдашником впереди это будет но вряд ли удобно она наверно будет просто сниматься так можно ее как бы на доспех на плечо вешать а потом в бою одевать но это не суть вопроса вот так вот выглядит персонаж так камеру долой так у меня глаза там вот такая маска возможно слишком толстая но что поделать можно и еще там внутри уменьшить мы все делать еще меньше вот эту то задняя часть будет не соответствовать допустим давайте сделаем поменьше вот где-то допустим вот так она должна быть в принципе ничего так симпатично но тут волос получается если сейчас ее растягивать то маска свой внешний вид вообще тогда не будет иметь будет вот такая аж растянута ну кому этот шлем нужен никому ну ладно ну нет точно не нужен так ну весь смысл чтобы вот именно вот такая вот была шняга так ну погнали так я что хочу значит много роликов где вставлял кости я сейчас просто вставлю кости в персонажа а потом ну это на ускоренном будет а потом будем уже разбирать что да как погнали я сейчас мы не готова вы можете ускорентировать что ли опять Standstill и связь как мы вставляем колеса мы на салон мы мы Продолжение следует... Итак, вот такой экспериментальный рик. Не знаю, как это дело будет работать. Так, смотрим. Сейчас я еще вот эти две косточки грудей привяжу. Ctrl-P. Keep Offset. Ну, в принципе, настройка та же самая. Ну, а теперь погнали экспериментировать. Сейчас я это все дело сохраню. Файл. Save. Заходим в Object Mode. Alt-H. Открываем все, что скрыто. Кстати, английская H скрывает. Если, ну, то оставляем то, что нам надо. H нажимаем, скрываем ненужные саптулы. А Alt-H возвращает все на место. Ну, это отступление. Так, кому может это понадобиться. Так, катана долой. Камера долой. Свет долой. И тут вот такой вопрос. Как это все привязать? Так, смотрим. А попало ли тут все? Конечно, нет. Так, сейчас я переключусь вот в такой вид. Включу Random. Вот вы видите, что здесь полигруппы разные. Так, и вот эти... Так, ну, это косточка центральная. Ладно, попала. А вот эти боковые не АУ. Значит, выбираем RIG. Заходим в Edit Mode. И попробуем через Shift. Так. Это все дело чуть-чуть передвинуть. Угу. И вот эту косточку, значит, G. Вот сюда на край ставим. Чтобы вот эта часть не шевелилась. Так, а вот эту косточку, значит, G. Вот сюда. Пониже пояса тоже, чтобы не тянуло. И тоже пониже. Так. Ну, и все, конечно. Тоже вот вперед надо это все дело подать. Угу. Ну, вроде должна ее цепануть. Так. Кости привязаны к тазу. Колени, все, ноги по прошлым роликам. Ага. Вот я что еще не сделал. Это тройка на нампаде. Нам понадобится еще... Так. Е. Одна косточка. Это Alt-P. Clear Parent. Ну, и, наверное, вот так ее перекрутим. На маску вот так вот кинем. Ну, а мало ли, пускай будет. И через Shift-Ctrl-P. Keep all set к голове привяжем. Так. Единицы нам падаем. Угу. Ну, погнали. Интересно. А чего получится? Первый вариант. Так, я вот это все сохраню. Опять же, файл. Save. Первый вариант. Вяжем. Значит, выбираем нашего персонажа. И через Shift выбираем вот эти закрылки. И через Shift вот эту вот заднюю часть. Словом, выбираем вот эту заднюю часть. И вот эти вот защиту. Вот этот вот шерсть спереди. И тело. И будем все это вместе вязать именно так. К костям. Через Shift выбираем кости. Сделаем Ctrl-P. Widget. Автоматик. Widget. Сразу. Раз, два, три, четыре, пять деталей. Сразу вяжем к одному ригу. Ну, штанцы и все остальное. Там уже по прошлым роликам. Ага. Вот. Не хочет он так делать. А почему? Давайте сейчас, значит, N-панель. Найдем 3D-принт. И проверим на косяки. Вот. 252. Эджа. Так. Ну. В теле вроде не должно быть косяков. Тело у меня, конечно, весит чуть побольше. Я сделал в этот раз. Так. Минус 4 тысячи. Все нормально. Ладно. Раз нет мимики лица, давайте тело я понижу так, децимейтом. Ждем. Смотрим. Чуть-чуть прибавим. Сейчас еще раз это применяем. апплим. И еще раз децимейт. Тут уже должна полегче пойти. Ставим опять же апплим. Эппли, аппли. Ну давайте. Ладно. Еще побольше сделаем. Так. Ну это уже чересчур. Смотрим на тело, чтобы оно хотя бы гладкое было. Так. Ладно. Это нормально. Так. Что еще? Пробуем еще раз. Так. Тело через shift закрылки, через shift шерсть, задняя вот эта панелька и кости. Ctrl-P with automatic widget. Значит еще что-то где-то мешает или нельзя делать. Если нельзя делать, то значит 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 нужно давать отключим аж штанцы. Ну а что тут такого? В принципе пояс он вяжется просто. Нам нужны вот эти закрылки. Так. А если сначала выбрать закрылки, а потом тело, потом кости Ctrl-P будет автоматик widget. Ладно. Проверяем теперь закрылки, что с ними не так. Так. Solid. Все так. Двадняя часть. вроде все нормально. Тут тоже все нормально. так. У нас здесь по две кости получаются. если если я сейчас привяжу персонажа костям Ctrl-P будет автоматик widget. О! Персонаж не вяжется. Давайте еще раз персонажа вот 111 чего-то Эджи вершин. так. Все по нулям. Давайте еще разочек. Вот. Все по нулям. так. Выбираем опять персонаж. Ctrl-P будет автоматик widget. Все. Привязался. Что-то был какой-то в сетке косяк. Кстати аддон встроенный 3D принтер если кому-то надо он вот подчищает так сказать исправляет более-менее неправильные там соединения возможно. Так. Ну раз это был косяк значит пробуем теперь по новой. Так. Выбираем тело выбираем закрылки шерсть заднюю часть там можно и ремень не а давайте попробуем чем черт не шутит ctrl p культ автоматик виджет есть привязался а теперь давайте выберем просто кости и посмотрим вообще что тут привязалось и как это будет все дело работать если вот таким образом все дело скреплять опа нормально не идеально конечно но в принципе для анимации для каких-то поворотов но себе веса тут настроить в принципе ходит базара нет так а если проверим вот этот бюстгальтер о и бюстгальтер привязался получается получается что это можно всего персонажа вязать каждые детали на вот такую штукенцу и все в принципе работает так а ну-ка подождите не спешите а то что-то во и даже мех работает так а ну-ка задняя закрылка не идеально но потому что там полигоны тянет надо побольше косточек добавить в принципе будет нормально ctrl z давайте еще этот эксперимент сделаем единица нам паде значит выбираем теперь кости это заходим в edit mode и нам нужно вот еще что сделать это вот от этой косточки значит е сюда косточку пустить и е сюда косточку пустить ну возможно так так ну эти в принципе эти нормально тут с ними проблем нет так с этими проблем нет ну короче все теперь вот это и будем развивать смотреть сейчас inverse kinematic настроим но сначала раз я там добавил вот эти две косточки давайте еще раз перевяжем опять же эту эту штуку заднюю штуку пояс вроде все выбрал и выбираем кости control p wait automatic widget не знаю насколько будет тяжелее работать вот эта вся система так привязываем сразу давайте вот эту часть control p а control да control p забыл пардонте empty group теперь выбираем шерсть заходим в модификаторы находим data transfer пипеткой все вяжем к нашему персонажу вертикс вертикс групп это все по прошлым роликам тем кто смотрит в принципе ничего не сказал ну и рукава вяжем костям control p with empty group выбираем рукава и опять же data transfer все как и раньше все по-прежнему короче так ну а здесь попроще будет значит выбираем каску выбираем через shift кости и по прошлым роликам опять же control p привязали так теперь выбираем маску вот эту косточку вот этой кости вяжем вот эту маску пусть она должна открываться есть такое дело так еще у нас присутствует обувь и присутствует а эту пояс я вязал все тогда все нормально остался только башмак control p так это with empty group выбираем башмаки data transfer так на персонажа vertex vertex group apple так маска привязана так еще у нас остались глаза так вот они глаза и через shift на кости post мод и вяжем их пока к голове ctrl p bomb mister bomb big bomb а еще волос тонкий опа надо было еще волос завязать на кости так ну ладно с костями с волосами подождем я уже показывал как их вязать в принципе она будет с плечами тут двигаться если будет двигаться как-то то ну пусть висит тут короче в голове опять же вяжем ctrl p bomb заходим в object мод выбираем только кости вроде ничего не забыл но сейчас все покажет так заходим теперь выбираем кости post мод и опять настройка как и в прошлых роликах так значит это кость на эту ctrl shift inverse kinematic здесь ставим на две кости пока это дело пропускаем и следующую ногу ctrl shift c inverse kinematic на две кости так единица нам падим ctrl shift c inverse kinematic на две кости а ну-ка она у меня отвязана вообще да да ничего так работает бериком ничего не виснет сейчас посмотрим дальше ctrl shift c inverse kinematic на две кости теперь вот эту косточку на эту ctrl shift c так ctrl shift c копию location понижаем интенсивность влияния теперь вот эту косточку на inverse kinematic ctrl shift c копию трансформация так что мы тут ставим ставим local white parent local white parent можно local space но local white parent он вроде как бы по лучше что ли работает мягче так это тут значит на эту ctrl shift c copy location понижаем тут ничего не трогаем и опять же повторяем ctrl shift c копия трансформация ну вот эту давайте local space на local space и тоже понижаем вот это влияние иначе очень сильно будет перекручиваться плечо ну кто смотрел за баскетболиста тот понимает за что я говорю так теперь ставим подписи name это значит бегущий человечек авиапорт дисплей у нас две кости значит у нас кость 43 и 12 а зачем нам это надо но опять же кто смотрит канал тот понимает что нужно теперь настроить вот эти косточки так вот этот inverse kinematic добавляем арматура значит это у нас 12 кость по барабану любую ставьте и просто перепечатайте вот эту 12 кость enter и тут у нас что получилось ее перекрутило так и вот ее ведет 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 опа вроде бы все нормально да о я еще штаны забыл так ну вроде все нормально да не вижу за вот этими да нормально вроде опять под юбку приходится заглядывать на что за жизнь так теперь выбираем этот inverse kinematic значит арматура и здесь 43 была да 43 enter опа опа 43 enter так вот в эту сторону крутим минус 99 а это минус 78 получается что одну ногу мы перекрутили ставим минус 78 они должны быть одинаковые так это значит 78 и 9 ну поставим значит и эту косточку 78 ну и 8 ладно теперь отключаем name ага а вот тебе и здрасте да control z не катит надо ставить больше ставим 90 так минус 90 раз у нас на минуса пошли ну и здесь ставим тогда минус 90 enter все вот колени выравнились так проверяем теперь что будет если мы поднимем эту ногу так смотрим что получилось вот такая будет как так control z я сейчас все это дело сохраню файл save и получается что а сейчас штаны давайте еще штаны привяжем так штаны control p вытрем тигру выбираем штанышки модификаторы и все по новой так штанцы тоже привязаны ну теперь вот нужно думать а как же делать анимацию получается я постоянно должен буду поправлять все вот эти кости или давайте одну фишку попробуем сейчас это опять сохраню выбираем значит кости пост мод и допустим если я вот этой кости вот на эту control shift send track to так допустим она должна следить за этой частью да ставлен local space local space y z る а то как ну надо чтобы ссылку под вместо 哎 psi И теперь, если мы будем поднимать G в ногу. Ctrl Z. А ну-ка, если я поставил Word Space, Word Space оставим. Значит, G она не следит. А почему она не следит? Так. Угу, угу, угу. Не хочет. Не хочет. А вот не хочет она за ней следить. Попробуем. Вот за Inverse Kinematic, Ctrl Shift C, Track 2, Track 2, YZ. Так, тоже не хочет следить. Печаль, однако. Вот по-хорошему надо было вот эту косточку не к тазу, а, наверное, к ноге привязать и как бы параллельно, что ли, чтобы она шла. Ну, как вариант, это ещё потом будут эксперименты. Так, давайте посмотрим, как он садится вообще. Садится он нормально, так, Ctrl Z, но вот эта кость уже, так, нафиг не нужна. Так, а если поставить вот этой кости на эту, не, вот этой кости на эту, Ctrl Shift C, копия трансформации, если поставить. Так, Local White Spirant, White Spirant. Во! Только не в ту сторону идёт. Дамамо ка. короче с этим делом что-то не получается следить кости не хотят если бы она параллельно была наверно возможно тогда бы что-то и было а если зайдем в edit mode сейчас возьмем так кости выберем pause mode edit mode но это вот нормальный вариант привязки то а вот еще что можно попробовать давайте pause mode вот эту кость выбираем и через shift вот эту и control shift c copy rotation во здесь ставим local space local space x y отключаем а ну-ка а ну-ка давай-ка не подведи а шиш не ну так-то она так-то находит так-то она как-то работает еще а если по всем осям за исключением x x отключим так я ее сюда она туда я ее сюда она туда не есть good control z так вот при таком риге я так думаю что понадобится еще root кость чтобы его передвигать ну да давайте что-нибудь этакое попробуем в анимацию ну как в движении допустим значит g r такое что-то замутим просто так эту ногу допустим я поднимаю так ну пусть она будет вот так сбоку просто вот эти прописывать закрылки вот эти как их там называют доспехи да вот тут перекрутка уже неинтересно на какую-нибудь какую-нибудь кость тогда выводить на эту кость так это значит g а ну-ка давай-ка а и локрут пусть будет первый кадр на десятом допустим пусть он присядет персонаж или так английская а g а r так что у нас тут это значит r это тазовая перегибаем позвонок g r g ногу вот так вперед эту ногу вот сюда так вот теперь нужно так а что у нас тут тянет да получается еще нужно настраивать эти веса по любасу да вот вот это вот ремень улучшательно вязать с этой тряпкой я так думаю я так думаю да так теперь значит тут эту кость это значит g так это как-то можно растягивать тоже веса надо настраивать по-любасу это косточка значит r вот да а этой косточке надо больше подразделений чтобы она разделялась короче и чтобы вот так вот ее не надувало побольше две полосы наверх костей надо делать не есть хорошо ну давайте посмотрим что вообще тут получилось получается получается что если делать анимацию таким способом то получается вот бочина привязана нужно вот здесь вот так в принципе она так тут и должна быть вот внутренняя часть плохо себя ведет но привязка прошла хорошо так на этом я наверное пока остановлюсь и уже надо будет думать как это все дело исправить потом то что они привязались таким способом это уже хорошо все всем пока до свидания